Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Вот когда позавчера Рижская дума до позднего вечера обсуждала бюджет, один вопрос, который актуален всегда, это вложение средств в инфраструктуру, в частности, в ремонты мостов. А ведь были времена в нашей любимой Риге, когда ни о каких мостах, наверное, не могло быть и речи, по крайней мере, в современном их понимании, но и были речки в Средневековье, речка в тех местах, где ее сейчас нет. Я знаю, что очень интересную экскурсию, в том числе и для Рижан, для гостей нашей страны, нашего города, историк Олег Пухляк проводит. Он сейчас у нас на прямой связи. Так вот, я так понимаю, что вы предлагаете всем интересующимся пройтись и посмотреть, представить, вот как в Средневековье люди жили, насколько это возможно представить, у кого какое воображение, и даже по тем местам, где раньше протекала речка, а сейчас ничего об этом не свидетельствует. Не так ли? Добрый день, Абик. Да, это так. Погода, конечно, не способствует. Только смотрим, у нас сейчас каждый раз не поймет, что у нас. То зима, то весна, то лето, то осень. И все это на наших глазах. Но, тем не менее, для любителей Риги, для любителей истории, это не погода, потому что любители истории – это люди неадекватные, безусловно. Да, и поэтому, да, на сей раз выбрана вот такая вот идея, что пройтись по, ну, проплыть, условно говоря, по реке Риги, от того места, где она подходила к городу, а подходила она непосредственно около, ну, скажем так, около нынешней бастионной горки, и дальше поплавать не буду. Сейчас всю интригу там достаточно простой, по большому счету, если начать называть улицы маршрут. Но речь-то не о том, что пройти по знакомым улицам, а речь о том, что перенестись, ну, опять-таки, виртуально, безусловно, насколько это возможно, насколько фантазия наша позволяет, ну, и мои какие-то исторические знания, перенестись в ту эпоху, когда действительно над рекой, вернее, замах река еще была, реки-то уже нет, от реки только название улиц Ризанас напоминает, в лучшем случае и все. Но вот пройтись и перенестись в те времена, когда над рекой возвышались достаточно высокие каменные еще соедневековые стены, кое-где башни, кое-где ворота. И вот, может быть, повспоминать что-то о воротах, что-то о башнях и что-то, что в этих стенах происходило. Хотя, безусловно, конечно, это один из вариантов, потому что таких вариантов знакомства с городом, что в нем когда-то было, может быть, выше крыши самых разных. Вот сейчас, опять-таки, может быть, благодаря вам, Абик, может быть, благодаря слушателям, получу совет. Одна из тем, видите, у нас сейчас время такое, особо сильно ходить куда-то не получается. И хотел бы, может быть, а лишний раз думаешь дома посидеть. И я не про погоду, да, в данном случае. И поэтому начинаешь перебирать какие-то старые записи, какие-то, может быть, там какие-то архивы, какие-то данные, которые есть в открытом доступе. И вот, к примеру, вырисовывается у меня вот такая тематика, как промышленное производство московского форштадта. То есть, собственно, сегодня мы знаем, что, ну что там, ну, на Даугаве, допустим, там у нас есть химическая, химчистка, скажем, большого масштаба. Ну, вот, наверное, может быть, из таких больших предприятий что-то можно назвать. А конец XIX века, форштадт кипел, работа кипела, и каждое крупное производство, по логике того времени, оно должно было иметь представительство в городе. Именно в городе, потому что сейчас у нас Рига город, это у нас и Монтагород, это у нас и Пурсимс тоже город. В XIX веке город это только то, что внутри городского рва, бывшего рва уже, да, теперь уже получается к концу XIX века, все-таки не РОВ, а уже городской канал. Но все равно вот это вот название Альт-Рига, Старая Рига, или Внутренняя еще Рига называли, обычно они мелочились на эти приставки, просто говорили Рига, и все понимали, что речь идет о маленьком пространстве, а все остальное это уже так. Вот по понятию того времени, если ты хотя бы более или менее серьезный предприниматель, то какая-то резиденция, сейчас мы сказали бы офис, тогда говорили контора, контора должна в обязательном порядке у тебя в городе быть. Это как бы подтверждает твой статус, что ты действительно серьезный предприниматель, да? Да даже не то, что серьезный вообще предприниматель, а так мало ли там где кто чем занимается, если у тебя контора в городе, вот значит ты серьезный человек. И понятное дело, что обойти все вот эти вот предприятия московского форстата за один день в рамках какой-то прогулки. Но это надо, скажем так, очень постараться. Это, конечно, возможно, но это несколько часов, это достаточно хорошее пространство, это уже не столько будет разговор, сколько будет наматывание километров, что тоже как бы для сбрасывания веса хорошо, но не всегда комфортно. Есть такая идея, а вот не сделать ли такую прогулку по офисам этих контор, да? То есть поговорить об этих домах, когда они были построены, что в них происходило, и непосредственно о тех производствах московского форстата, которые были представлены в этих офисах. Вот вы сказали конторы, вот все-таки что они из себя представляли, конторы по тем временам, чтобы хотя бы люди минимальное представление получили? То же самое, что в наше время, только не было принтера по большому счету. Ну это понятно, телефонов и принтеров не было, да. Да, то есть, ну обычно, если мы говорим, где это находилось, это находилось не на первом этаже. Первый этаж, конечно, это под магазины, это под какие-то, может быть, кафе. Трактиры, да. Это может быть рестораны, ну вот такого плана что-то, чтобы человеку было, ну на самом деле, вот идешь вот, ну не хочешь, а зашел все-таки. А уже вот что-то такое офисное, куда ты идешь целенаправленно, это уже где-то второй этаж. А это мы сейчас говорим второй этаж, в языке Риги конца 19 века, это вторая лестница, так говорили. Тогда я еще один вопрос, я что-то перебиваю, просто это сейчас очень актуально, мы видим, что происходит у нас за окном. Вот тогда возник вопрос, есть ли вдруг происходят какие-то там, ну стихии в понимании, естественно, нашего климата, ну вот такие ветры, как раньше об этом оповещали, или вот как, вот какая погода есть, такая есть, никто не оповещал, никто никаких мероприятий не отменял. Нет ничего такого, ну как мы видели окровенно, если там срывает просто, деревья вырывают с корнем, ясное дело, что ты нам никуда ничего не пойдешь. А так, ну если вы эту тему спросили, это совсем тогда о другом получается, здесь, значит, отвечу как бы в две ветки, что ли, в два приема. Первый прием в самом конце 19-го и в начале даже 20-го века в Риге поставили такую, ну небольшую как бы металлогическую станцию, это как раз было, скажем, вот памятник Бривибас, и от него чуть-чуть дальше от центра, то есть его пересечение с, получается, у нас Райня, вот в том районе. Там такая стояла будка, не будка, такое-такое устройство такое, и можно было подойти, посмотреть, вот прогноз погоды, помните, у нас еще достаточно недавно, ну лет так 20 назад, чуть ли не в каждой квартире такие маленькие барометры были. Это правда, да? Да-да-да-да, но тут же, кстати говоря, про моду, да, как все уходит, еще недавно было чуть ли не в каждой квартире, а сейчас, а смысл, да, такой, если уж необходимо, зайдешь ты в интернет, посмотришь. И вот можно было посмотреть перепады, там давление какие предполагаются, что предполагается, дождь, не дождь, осадки, не осадки, ну и плюс, понятное дело, нынешнюю температуру. Вот в Риге такой был поставлен инструмент, и рижане могли посмотреть, что и в ближайшее время ждет, вот стоит галоши или калоши, кому как нравилось тогда, так и сейчас, по большому счету, использовать, или можно обойтись без них, нужно с собой зонтик брать, или можно без зонтика, опять-таки, обойтись. Вот как-то вот так вот более-менее погоду не то чтобы предсказывали, но ориентировались на будущее. Это с одной стороны. А что касается вот именно тех, ну, непосредственно необходимых знаний о погоде, то, в общем-то, это не к рижанам, и не обязательно к рижанам, это к людям вообще, скажем, той эпохи, люди были не такими нежными, как мы с вами, то есть там, неважно, ветер не ветер. Оделись, пошли, да. Наметили, да, и наметили. А вот самолеты, когда появились самолеты, и в Риге начали устраивать, в общем-то, понимаете, это трудно назвать полетами, официально это было полет, а на самом деле это было какое-то шоу, это было грандиозное, там сказочное какое-то явление, на которое собиралась огромная масса народа. Обычно на двух ипподромах рижских это устраивалось, над ними и вокруг них, то есть одним ипподромом, это у нас получается, где сейчас пожарный музей в том районе, а другой пожарный музей, это у нас район, там, и Монтазоли туда, так скажем, да, для простоты. Сейчас там уже ничего нет, но еще более-менее у нас на Ганзас осталось, так можно с конта считать, что это как бы наследник того самого ипподрома, а что касается уже левого берега, там уже практически совершенно другая топография. Так вот, самолет это, да, Абик, вот если мы вспомним, там сейчас же сохранилось, на Ютубе можно глянуть все это, кадры, это же просто какая-то, на самом деле, машинка Зингер, да, с крылышками. То есть она там тарахтела, она там дергала, сдрагивала, но реально малейшие порывы ветра, вот не то, что такая погода, а сейчас это уже за предел, а просто реально малейшие, серьезные порывы ветра, они могли эту машину бросать из стороны в сторону. И если она еще толком не поднялась над землей, так это могло плохо закончиться, что, кстати говоря, и достаточно часто происходило. И вот там, и вот там тогда уже договорились, что, ну, просто было обидно, режане, скажем так, обижались, билеты покупали, это все не бесплатно было. Бесплатно это, если хочешь, вокруг становись. А если хочешь посмотреть, как самолет взлетает, или планер, да, так он назывался. Самолет, самолет, да, назывался, и там же это было зрелище, потому что пока его заведут, пока он там разгонится, пока он там что-то, пока его выкатят, вернее, с самого начала, то есть это все такое зрелище было. Оркестр духовой обязательно был, чтобы веселуха какая-то была. И, ну, бывали случаи, когда нам в самом деле наметили такой полет, и люди собрались, а погода, ну, вот такая вот, как сейчас, ну, просто без толку поднимать даже машину. А деньги уплачены. С земли. Ну, да, деньги, понимаете, как и в наше время, то есть билеты действительны на вот такой-то, такой-то день. А смех смехом, а было такое дело, это ж не то, чтобы зимой, зимой даже не пробовали, по крайней мере, в десятые еще годы, ну, в нулевые и в десятые, да, от начала 20-го века, приходили на ночный день, летом там, или весна это была, а все равно погода наша такая балтийская, она специфическая, и опять вот погода ни два, ни полтора, и опять отменяют. Народ бухтит, ну, и тогда ввели такое правило, что если в городе подобное звелище будет производиться, тогда вот там, ну, такая мачта, и на мачту навешивали флаги. И вот если флаг там одного цвета, мы заранее, скажем так, договаривались, как это будет, и вот когда только-только объявляли о том, что намечается пилот, будет такой полет, вернее, такого-то пилота на такой-то, такой-то машине, такой-то, такой-то модели, и вот что, если, скажем так, состоится, тогда будет такого цвета флаг вывешен, а если в силу плохой погоды не будет полета, тогда будет флаг вывешен такой-то, и тогда на другой день переносится. Ну, чтобы, по крайней мере, зря не собирались, посмотрели, город-то небольшой, В конце концов, и уже и телефоны уже были, в общем-то, да, у серьезных людей можно было созвониться, ну и вот как-то так эту проблему более-менее решали. Других вариантов каких-то, знаете, там гудок такой по всему городу, не выходите, иначе дом обвалится и вас засыпет, такого что-то не было, ну как-то жили как жили люди. Это что касается вот предупреждений о погоде. Да, мы чуть-чуть отвлеклись, я извиняюсь. Возвращаясь все-таки вот к конторам и вот к жизни влиятельных людей, скажем так, имела ли значение вот ширина офиса, да, или просто достаточно, вот что свидетельство о действительно успешном бизнесе? Ведь, как мы понимаем, не было никаких компьютеров, где ты мог проверить, я извиняюсь, баланс, посмотреть оборот и так далее, так далее. Вот насчет оборота, Абик, я сейчас вообще в другую совершенно область выведу, я про Китай расскажу, про архитектуру, может быть, китайскую, о том, как китайцы начали, ну еще в средние века строить дополнительные китайские стены, несколько фортов на самой западной границе для того, чтобы, ну там свои были, скажем так, заморочки, сейчас не буду всю эту политику среднеазиатскую рассказывать. То есть, короче говоря, нужно было поставить очень мощный серьезный форт. Инженер местный рассчитал, сколько ему необходимо кирпичей, и цифра была совершенно неокруглая. Ну, то есть, везде вот нулей не было, то есть, везде просто какие-то цифры. Сейчас я и скажу конкретно. Врать не буду выдумывать. И когда, ну, значит, император говорит, ну, что это за какие-то непонятные расчеты, мало ли что может быть, ну, давайте хорошенько подумайте и точно уже составьте данные, сколько вам кирпичей нужно было. И вот тогда вот этот архитектор, который смету составил, он приплюсовал еще один кирпич. Это уже окончательная смета, уже все продумала, и все возможные варианты вот я просчитал. Значит, вот столько, сколько кирпичей он заказывал, сколько было сделано. И потом, когда крепость была выстроена, этот один кирпич был поставлен над входом, ну, запасной, да, вот в память о том, что насколько точные расчеты производились. Я к тому, что во многом не обязательно калькулятор, это свидетельство умения считать. Во многом, на самом деле, ответственность людей. И я еще помню тех бухгалтеров советских, ну, я не знаю, там сейчас, наверное, уже никто не помнит до советских, которые на счетах вот эти кости щелкали туда-сюда, этот гром стоял такой, но при этом ничуть не медленнее они рассчитывали на тех счетах, чем сейчас мы рассчитываем на калькуляторе, нажимая на кнопочки. Да, скорость была примерно одна и та же. То есть как это людям удавалось, это другой вопрос, да, но это удавалось. Так что без вот каких-то, может быть, наших современных специальных там бухгалтерских программ, без специальной сегодня компьютерной техники, тем не менее, поддерживали на достаточно высоком уровне бухгалтерию. Более того, как и в наше время, ну, я не знаю, об этом сейчас можно говорить, нельзя говорить, бухгалтерия была и для проверяющих, и для внутреннего пользования. То есть выше крыши было самых разных вариантов. Что касается того, что свидетельствовало о месте, ну, безусловно, конечно, сам внутренний город. Опять-таки во внутреннем городе были места, где, ну, скажем так, престижнее, где лучше не туда не соваться. Потому что та же самая улица у нас, ну, до революции ризинговая, то есть ризинговая, ну, скажем так, она славилась тем, что, как бы это помягче сказать, то есть вот хочешь каких-то сбросить напряжение, скажем так, да. Вот, и вот, как бы такие вот официальные дома, где вот специальные, скажем так, помощники по сбрасыванию энергии находились. Ну, вот как-то вот там было. Я не говорю, что в других местах не было, но вот это вот что-то такое. А вот что касается вот тех, кто, не знаю, проживал или что-то производил за пределами городской, вот черты, да, вот городской стены. Это что считалось, ну, как бы чуть-чуть ниже уровнем, да, или так нельзя? А тогда вопрос. Мы сейчас говорим с вами о каком времени? Потому что крепостная стена, она видна еще была, ну, допустим, еще в 16-17 веке видна была. А потом, когда построили валы и рвы, вернее, рвы и валы, наверное, будет точнее, в принципе, стена оказалась внутри города, на нее просто шведская администрация махнула рукой. Ну, в принципе, это собственность города. То есть фактически город расширялся все время постепенно, да? Так мы можем считать. Ну, все время, но так рывками. Рывками, да, да. Так как жизнь позволяла. И, в общем-то, крепостную стену достаточно быстро в течение 17 века застроили. Ну, а кто бы не застроил. Конечно. Мощная, прочная. То есть ты только находишь соседей слева-справа, наполовину с ними делаете соседние стены, то есть левую и правую стенку. И за свои деньги тебе только нужно, собственно, фасад и крышу поставить. То есть это уже только сам ты полностью оплачиваешь. А боковые стенки, они с соседями напополам. Задняя, получается, стена, она крепостная стена. То есть уже, получается, бог дал, да? Ну, и все окей. И то, что мы сегодня видим крепостную стену где-то, это вот в результате того, что эти старые дома были когда-то разрушены, очищены. Но при этом крепостную стену, стену, вернее, в знак уважения к старине решили сохранить. И поэтому вот у нас и сохранилось. Да, в районе Яковлевских казарм, то есть вот этот конвенда сайта, япония сайта, вот этот фрагмент. А можно ли определить какой-то период, вот, наверное, вас тоже спрашивают люди, когда вы водите эти экскурсии, когда вот этот город, ну, в том понимании города, он достиг наибольшего расцвета? Ну, естественно, в экономике, может быть, даже в науке есть такое понятие, мы здесь можем употреблять. Да-да-да, вот это я не рискну, потому что, понимаете, к сожалению, хотим мы не хотим, но история, она, наука достаточно политизированная. И когда объект наступает оценочная категория, то... Да, 1913 год, да, знаменитая, да-да-да. Вот это понимается. Да-да-да. Но если мы говорим с вами вот как бы, ну, о каких-то мерках, о какой-то линейке, при помощи которой можно измерить, вы посмотрите, когда город больше всего застраивался, то есть темпы застройки. И до сих пор мы с вами видим, ну, если мы не берем с вами микрорайоны, которые выросли уже, ну, скажем так, в второй половине 20-го столетия, если мы говорим о том, что привычно мы называем Ригой, ну, не то чтобы ВС-Рига, да, но такая пожившая, скажем, да, то в данное дело мы с вами увидим, почему у нас Модерна так много, почему мы Ригу называем столицей Модерна. То есть средние века-то у нас сохранились не так-то и хорошо, прямо скажем. Да. У нас действительно Рига столица Модерна, потому что Модерна у нас много, а почему Модерна много, хотя он был очень коротким периодом, в общем-то, да, во всей Европе так раз-два и общался, потому что, ну, сколько там, ну, в самом конце 19-го века началось, и уже, в общем-то, к 10-м годам 20-го века, по сути, закончилось, а там уже другая стилистика пошла, да, то есть всего-то каких-то десятилетий, а у нас просто соцветия, да, вот этих вот югенстилей, а почему? Потому что вот как раз в это время транзитная торговля, которая шла через Рижский порт, она кормила, поила, на хлеб хватало, не только маслом намазать, но еще и на масло тоже много чего положить. И поэтому действительно город в это время как, просто как на дрожжах. И это тоже отдельная тема, каким мог бы быть город, потому что вот те же самые форштаты, они начинают преображаться, если мы смотрим, 10-е годы, да, то есть вот начинается смена, слом этих старых, еще где-то сохранившихся, может быть, деревянных домиков, а где-то даже слом и там двух-трехэтажных каменных домиков. Мы говорим уже о 20-м веке, да, чтобы было понятно? Да-да-да, в 20-м веке, десятые годы, перед Первой мировой войной. Да-да-да. И пошли вот эти вот, ну, да, не дворцы, потому что, знаете, никогда не нужно смотреть по дому, о доме, вернее, думать по фасаду, потому что сейчас мы привыкли к какому-то пониманию серийного жилья, к каким-то нормативам, что должно быть на одного человека. В конце 19-го, в начале 20-го века подход другой, заработать, поэтому дом мог быть вполне с приличным фасадом, но при этом крохотные там однокомнатные квартирки или полуторки, очень часто даже без, извините за подробности, туалета, туалет мог быть один в коридоре, ну, чтобы сэкономить какое-то время. Такое тоже могло быть. Кстати, вот рижане жаловались, что в Риге очень сложно найти квартиру для человека среднего класса. То есть или в центре города, ну, уже тогда центр города, конец 19-го, начало 20-го, это чуть больше все-таки, чем в Эстрига наша нынешняя, то есть то же самое Элизабетас, к примеру, там, да, или вот этот тихий район, так называют. То есть или там уже действительно роскошные квартиры, 6 комнат, 8 комнат, 12 комнат, и это не предел, опять-таки. Или вот поближе к, подальше, вернее, от центра города, уже пригороды, там вот эти вот, о чем я говорил, полуказармы, полу-такое жилье при нормальном фасаде. Но в любом случае, в любом случае, есть такой дом и с отоплением, и с канализацией, и с водопроводом. Ну, и посмотреть приятнее, когда ты по улице идешь, тоже все-таки, ну, настрой играет роль, как ты воспринимаешь жизнь. Вокруг тебя полностью разрубка, или вокруг тебя, ну, такие вот серьезные архитектуры, по крайней мере, визуально, да, внешние. И такие вот знаки истории, да. Да, и это тоже, это тоже играет определенную роль. И вот эта вот архитектура, как тогда воспринимали небоскребы, в общем-то, да, пятиэтажные дома, шестиэтажные дома, они потихонечку-потихонечку начали от центра расходиться по форштатам. И если мы вот сейчас приглядимся с вами, появляется такое понятие, как изменение красной линии, то есть уже считают, что улицы узковатые, нужно расширять, и те дома, которые строятся в десятые годы, они уже строятся с отступом, с расчетом на то, что рано или поздно и эти, ну, те дома, которые постарше, тоже будут когда-то разрушены, и вот новые будут построены уже пошире. А потом что получилось? А потом получилось, что город слишком большой. Понимаете, как вот человек, допустим, там, кушал-кушал хорошо, а потом бац, в силу каких-то причин похудал, и рубашка на него уже слишком велика, да, и костюм в пиджах великоват, и все остальное тоже. Вот так и с Игой получилось. А почему? На самом деле хорошо, простор, территория? Ну, смотрите, там же сколько испытаний там было, там Первая мировая война, только в саму Первую мировую войну линия фронта по территории Латвии как проходила, а потом начинается у нас гражданская, она же, освободительная война. Линия фронта опять неоднократно через Льву проходила. Еще один раз еще, да, а там происходило, конечно, что-то такое чудовищное, ужасное, и приходилось из всей этой ситуации выходить очень тяжело, ну, в том же самом 1920 году, просто чтобы рижане не умирали, огромную помощь оказала тогда вот эта вот американская поддержка, АРА так называли, да, вот это вот, когда просто делали бесплатные кухни в городе. Просто не было еды. Да, 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 да. Вот, и понятное дело, что вот после этого тогда достаточно известен был и заслужен архитектор и рижский Пауль Модельштам, то есть он карьеру начал делать еще в империи, но вот в 20-30-е годы, ну, скажем так, полностью расправил плечи, и вот тогда он говорил, что исходя из нынешних условий, мы должны понимать, что высотное строительство, которое было до войны, ну, он имел в виду Первую мировую войну, конечно, да. Оно не перспективно, оно просто излишне, то есть, да, оно, конечно, может быть, для каких-то амбициозных проектов еще подойдет, но оно для Риги излишне, потому что это нет необходимости. Лифт — это дорогое удовольствие, опять-таки, да, то есть проще гораздо ставить какие-то там четырех, может быть, пятиэтажные дома и вот такой был концерт. Ну, потому что очень-очень серьезно изменилась жизнь. То есть ритм, который был в начале 20-го столетия, он, конечно, стал потише, поспокойнее. Да, конечно, Рига говорила, что мы такой маленький Париж, и мы гордились тем, что у нас, скажем, есть какие-то явления, такие же, какие есть в Париже. Но что касается архитектуры, проекты, скажем так, стали менее амбициозными. Там уже другой вопрос, что пошло в 30-е годы, когда в 30-е годы, на самом деле, политические амбиции Карлиса Ульманиса, они очень серьезно подстегнули архитектуру. Ну, это уже другой рассказ, да, совершенно. Это уже о том, как потихонечку, потихонечку, потихонечку у нас начинает развиваться, трудно это назвать, стиль по названию, потому что, с одной стороны, это, на самом деле, неоклассика, такая же, как была, допустим, там и в Штатах, такая же, как была в Союзе в это время, а с другой стороны, это и использование функционализма. Хотя чистый функционализм, конечно, Ульманис отвергал, он его, ну, скажем так, не воспринимал как серьезную архитектуру. Он считал, что серьезная архитектура должна быть правильной. А правильная, она классическая, безусловно, конечно. Но при этом полностью не отвергал. Получался сплав, очень-очень, опять-таки, любопытный. Тот же у нас кабинет министров нынешний, да, тоже министерство финансов, такие самые мощные, может быть, гиганты. В каждом городе и городке тогда в обязательном порядке, в новой стилистике и в Риге, в микрорайонах, строились школы обязательно. Почему? Потому что школа должна была быть почетна. Школа – это не то место, куда детей сгоняют, да, а школа – это то место, где дают знания, да. Да, храм наука на полном серьезе. Это сейчас мы, может быть, как-то, знаете... Да и престиж учителя тогда был вообще невероятно высок, да? Разумеется, понимаете. Кто-то бы тогда сказал там, что... Я даже не буду эту тему начинать, понимаете, лучше. Даже не буду. Это очень такая болезненная тема, да. Потому что да. Вот. То есть школа, храм наука обязательно должно было быть, опять-таки, латышское общество, здание, да, где могли бы собираться люди творчески настроенные, которые могли бы соприказаться с латышской культурой. Вот такой, опять, храм культуры обязательно должен был быть в каждом городе. Ну, опять-таки, да, старались, не везде получалось, но старались, чтобы больница, больница или что-то наподобие поликлиники. Ну, такой тоже центр был. Так что, в общем-то, не только люди столичные, как тогда любили говорить, метрополия, да, то есть Ригу часто называли не... Не столицей, а метрополией, да. Столицей, а называли метрополией, да, это слово любили использовать. Так вот, не только жители метрополии, но жители, в общем-то, маленьких городков тоже, они через какие-то отдельные строения приобщались к высокой архитектуре. Ну, еще раз говорю, это тоже очень интересная тема, но, скажем так, это, может быть, немножко мы отвлеклись от офисов, да. Да, от офисов. Вы знаете, я такой вопрос хочу задать. Ну, люди, может быть, не историки, ведь мы, понятно, что так человек устроен, мы пытаемся о прошлом говорить, ну, не знаю, сегодняшними глазами, да, и как мы сейчас оцениваем страну или город, в том числе, я не знаю, по объему инвестиций или по наличию иностранных инвесторов, как сейчас это модно говорить, так, понятно, раньше не называли. Что-то известно, вот, ну, не знаю, до десятого, до Первой мировой, скажем так, насколько вообще иностранные предприниматели, торговцы любили Ригу, может быть, они здесь поселялись на жительство, да, вот. Что здесь можно сказать? Опять-таки с какого века? В тех же офисах, да. Да, потому что тема, ну, про офисы мы уже в следующий раз поговорим, я так понимаю, а что касается инвестиций за границей, здесь, Алекс, смотря, откуда начинать, ну, потому что, ну, допустим, ладно, средние века город уже сформировался, что с ним дальше уже? Вот 17 век. 17 век, если мы с вами посмотрим, так, вознесемся над нашим глобусом и посмотрим вообще, что в мире творилось, тогда, наверное, держава номер один – это маленькая Голландия. Сегодня мы привыкли воспринимать Голландию как центр цветов, ну, скажем так, другой растительности, которые… Да. Ну, да. Так вот, а Голландия 17 века – это крупная капиталистическая держава с мощной промышленностью и с самым большим флотом в мире. И Голландия тогда действительно правила морями, у нее были огромные владения по всему свету разбросанные. Не будем забывать, что у нас, в конце концов, тот же самый Нью-Йорк, Манхэттен, да, это первоначально голландское поселение, не говоря уже там о чем-то другом, и голландцы пытались по всему миру держать руку на пульсе, что происходит, и не просто держать, но и, в общем-то, направлять так или иначе движение. Не будем забывать, что у нас в Риге по 17 веку самые эффектные, самые значимые постройки какие-то – дом Рейтерна и это дом Денненштерна. Что Денненштерн, что Рейтерн, в общем-то, по происхождению голландцы. Да, потом они по возможности стали рижанами, но Рейтерна это получилось в большей степени, Денненштерна держали всегда так на расстоянии, несмотря на его колоссальные богатства. Но в любом случае, скажем, это представители были голландского капитала, которые здесь, ну я не хочу это слово использовать смотрящими, да, но, в общем-то, в определенной степени такой проект не играли. Да, и они не единственные люди были. Почему из Стокгольма Рига все-таки юридически была частью шведского королевства, и шведские короли вот так вот, ну, вы скажете, полуусмехаясь, а полунастороженно называли Ригу голландским городом. Если мы с вами посмотрим, да, архитекторы у нас в это время как раз приезжают из Голландии, очень серьезные, многие другие работники какие-то технические тоже из Голландии, то есть связь была очень-очень сильной. Что любопытно, потом сразу, вот, дом Данна Штерна рядом, а рядом с домом у нас дом предка нашего мэра Армистеда, и вот любопытно увидеть, как у нас в мире потихонечку-потихонечку Британия начинает вытеснять, ну, точнее, Британия, Англия. Британия станет, ну, чуть позже. Англия начинает вытеснять Голландию, и весь 17 век, его вторая половина, это борьба, вот это такой армрестлинг, да, кто кого. Или голландцы сохранят господство на морях, или их вытеснят англичане, и в конце концов, в начале 18 века, да, это произошло. И вот у нас, посмотрите, да, дом Данна Штерна, а рядом с ним появляется дом, в котором основывается новая династия рижан, весьма влиятельных рижан, которые прибыли сюда из Англии, да, вот наши армистеды, и потихонечку-потихонечку наблюдается английское влияние. И вот дальше уже мы это видим. Что касается домов, сейчас так закончу. Дома, в принципе, строились у нас главным образом не по финансированию иностранного капитала, это у нас промышленность развивалась очень активно под влиянием внешнего капитала. А что касается строительства, здесь немножечко другое. Очень мощные были банки, и ипотечные банки, и различные другие банки, которые вкладывали в строительство. Потому что дом-то построить, ну, построил-то и построил, не проблема. Грубо говоря, не проблема, да. А вот дальше, скажем так, сможешь ты его сдать или не сможешь сдать. Вот там, конечно, очень серьезно зависело от банка. Потому что вот эти наши купцы-предприниматели, и очень часто, нет, даже не купцы, а очень часто мы в городе начинаем эти все книги справочные смотреть. Владельцем дома является даже не торговец, а даже крестьянин. Но здесь надо иметь в виду, что крестьянин – это не обязательно тот, который землю пашет, просто который не приписался к какому-то городскому сословию. Он даже не мещанин, ему так удобнее деньги платить. Он человек беспафосный, ему главное, чтобы все это работало. То есть ему не шашечки, ему ехать. Ну вот здесь так, если у него все окей, то есть он быстренько построил здание, и он быстренько сдал его жильцам, и жильцы нормально платят, то есть не задерживая платежи, он потихонечку с банками рассчитывается. Потому что у этого крестьянина или даже купца на такое мощное строительство, денег-то не у каждого хватит. Не у каждого купца, имею в виду, да, тем более у крестьянина. Но если все окей, то да, он с банками потихонечку расплачивается. Но если нет, через какое-то время банки, знаете, ну, personal, да, only business. То же самое и здесь. То есть очень часто банки потом у нас превращались в таких, скажем так, монстров, которые наказывали, может быть, наказывали за непредусмотрительность, за то, что вот эти вот риски производственные были неадекватно оценены. И наш замечательный архитектор Бауманис, в общем-то, да, он таким вот образом собережение во многом и испортил. Человек думал, что он по старости лет построит себе, ну, вот такой роскошный дом. Ну, роскошный дом, я имею в виду, ну, кто помнит, может быть, здание «Орбита», да, вот такой вот был, вернее, магазин «Орбита» в конце прошлого столица, угловое здание. А получилось так, что он не успел его заселить, не успел заселить, там другая тема, потому что он подвергся обструкции немецкого населения, типа слишком ориентирован так на российские власти был. Ну, и в конце концов, вот, подставили его во многом, и человек вместо того, чтобы закончить жизнь в роскоши, да, чтобы вместо того, чтобы казаться как сыром масле, как он планировал, ну, дали ему квартиру. Жил он в здании суда, это вот сейчас то самое здание, напротив которого памятник был поставлен, когда недавно открывали. Вот там у него квартиру такую выделили, тем более это здание, которое, опять-таки, по его проекту ставилось. Но идеи-то у него были немножечко другие. Так что здесь тоже домовладение такое опасное дело, то есть ты можешь получить очень хороший выигрыш, а можешь проиграть очень-очень сильно. Ну, и плюс, опять-таки, тоже важно, как ты говоришь с банками. Пойдут тебе банки навстречу и закроют на какие-то вещи глаза, или будут тебя прессовать до последнего. Но капитал в целом, да, если мы говорим о строительных программах, в целом этот капитал был местный. Благодаря ему дома росли как-либо. Да, вот раз вы упомянули дома, в завершении, к сожалению, много не успеем. Мы говорили до эфира, еще пытались зацепить такую тему, как пожары. Ну, дома, пожары, да. Вот что касается пожаров, насколько мы успеем там в оставшееся время переговорить? Ну, пожары, давайте, может быть. Пожары, к сожалению, город очень серьезно корректировали каждый раз. Каждый раз успождаются новое пространство. Я даже сейчас не буду говорить о пожарах, которые происходили на Фарштатах. Это тоже, это просто эпос, целый свод эпоса, потому что долгое время, пока Рига имела статус крепости, а это до 50-х годов 19 века, на Фарштатах запрещено было не то, что каменные дома строить, а запрещено было строить на фундаментах. Если противник подходит, эти дома должны были быть разобраны. Если их не успевали разбирать, то просто их поджигали. И здесь надо предупредить, что Гребичуковская Маленная, которая построена была изначально из камня, здесь нужно иметь в виду, что сейчас мы воспринимаем этот район Московского Фарштата как часть города. А тогда она была не то, что за городом, она была даже за пригородами. Совсем далеко в том понимании. Да, да, да. Фарштаты-то, в общем-то, они не такими большими были, они разрослись относительно недавно, за последние лет 200. А так, если мы говорим о Фарштатах 17-го века, 18-го, 19-го века, ну вот, грубо говоря, улица Зырнову, и вот Фарштат закончился. Но потом, в конце 18-го века чуть-чуть продвинулось еще дальше от города, но ненамного. Так что древние Фарштаты, они были не такими большими, как мы сегодня их видим, как мы сегодня их представляем. Ну и представьте себе, огромная масса деревянных домов, там, не дай бог, что-то такое начинается, да, и тут же... И огонь перекидывается, понятно, да. Да, и здесь можно, конечно, о том, что происходило, а плюс, по всему прочему, не просто, знаете, дачи стоят какие-то, это рабочий район, который работает, и здесь огромная масса каждую весну приходила стругов, там речь шла про сотни, иногда про тысячи, может быть, несколько, да, стругов, которые шли с льном, которые шли с древесиной, древесина играла огромную роль, все это сгружалось, все это сушилось, то есть такие катастрофы, ну, происходили, к счастью, редко, потому что пожарные работали четко, и как только какой-то очаг... Они были ключевые, да, наверное, персонажи. Да, то тут же быстренько все это гасили. Почему, кстати, в московском фарштате вот это замечательное здание пожарное, оно было выстроено еще в 80-е годы 19-го века, но нужны были пожарные, нужны были, потому что это очень такой опасный район. То есть эту тему мы отметаем, но даже центр города, где теоретически из дерева еще в конце 13-го столетия было запрещено строить, в селе из камня или из фосферка, так там тоже пожары были. Давайте из таких, может быть, больших, ну, вот, к примеру, пожар, пожар лета, лета 1689 года. Там вот говорили о том, потом, понятное дело, что следствие шло, почему такой мощный пожар, аж еще мощный пожар, 235 деревянных домов. Опять-таки, подчеркиваю, деревянных, официально деревянные строители строительства запрещено внутри города. Тем не менее, по итогам, 235 деревянных домов и 95 каменных строений, но это не только жилые дома, это, в том числе и амбары. Да, но в любом случае... Совсем содержимым, да. За три сотни, это сколько же, да, получается, оно вот так вот сгорело. Понятное дело, что следствие начали вести, что в ходе следствия выяснили, ну, и мы благодаря вот этому следствию узнали. То есть, в общем-то, дом начинается в доме некого столера, столера, дом которого был около московского мостка. Московский мост, ну, вот если мы сейчас с вами, скажем так, по улице Яня Ела, да, вот это, где Яня Басница, Яновская церковь там проходим, это маленькая улочка. То есть, она сейчас упирается просто у нас в Калаю, а Калаю — это уже вот эта вот река Рига, да, о которой мы говорили. Вот мостик был там. И вот начинается с того места пожар, и пожар настолько сильный был, что вот эта старая городская стена каменная, которая еще, но не везде была до конца застроена, то пожар и через нее переметнулся. И в итоге вот вся у нас, получается, нынешняя вот Яня, дальше у нас, получается, Аудаю, вот, и в течение там буквально нескольких часов весь квартал превратился в пепел. И вот дальше-дальше начинает распространяться вдоль канала, скажем так, да, и вплоть до песочных ворот. А песочные ворота — это где у нас песочная башня, ну, то есть с Нилшу, да, получается. Представляете, какая полоса. То есть получилось, это опять-таки нам повезло, а то еще, может быть, мы остались бы без церкви святого Иоанна, без церкви святого Петра. Пожар пошел не в центр города, а пожар пошел вот так вот как бы полосой, что ли, вдоль канала. И зацепило там в какой-то степени, зацепило чуть-чуть вот тот район, который сейчас мы называем конвейт-эссета, там называемый Нейнштеттский конвент. То есть, ну, тот дом для малоимущих, скажем так, да, который построил Нейнштетт, у нас, как в Риге, было принято, кто построил, кто финансировал, в честь того дом и называется. До сих пор эти названия в... Сохранились, да. Ветт-эссета, да, сохранились. И вот таким вот образом. И там пожар, по большому счету, задавили после того, как уже городские власти решились просто дома взрывать. То есть, они поняли, что... Не справятся. Это 17 век, какие там пожарные команды. Ничего такого даже и близко не было. И поэтому просто решили дома взрывать для того, чтобы пожар остановить пустотой. Ну, как и в наше время, часто леса взрывают для того, чтобы пожар остановить. И вот только таким вот образом и остановились. А уж я молчу, какой был запах, и вообще какая гарь стоя в воздухе. Я понимаю, что люди ко всему тогда были привыкли, но тем не менее. Можешь себе представить масштаб бедствия, да. Ну, разумеется. Это вот один из таких мощнейших, может быть, пожаров. То есть, я не говорю даже о тех пожарах, которые связаны с войнами были. То есть, это тоже отдельная такая тема. И каждая война, конечно, она приводила к человеческим несчастьям, человеческим трагедиям и к тому, что город потом очень сильно изменялся. Почему? Потому что разрушений было. А так, скажем так, если отматывать еще немножечко назад, ну, вот буквально, я говорю, что в 1689 году пожар был мощный, сильный. И достаточно неслабый пожар был, там, получается, за 22 года до этого. В мае 1677 года, опять-таки, у Яновских ворот вспыхнул пожар. Пошло, пошло, пошло. И в итоге там тогда порядка где-то 250 домов и амбаров насчет. Но это мы узнали тоже благодаря следствию, так я понимаю, да? Ну, там, да. Там следствие было очень мощное. Причем надо было найти. Считали, что поджигатели. Ну, там получается, что возгорание было очень часто, да, на единицу времени. То есть, что-то такое загорается, ну, потушили, загорается, потушили. Потом загорается, не заметили, и вот такой пожар пошел. Ну, посчитали, что это поджигатели, искали любой ценой. Нашли двух, скажем так, приезжих. Вот насколько это справедливо, что они, насколько несправедливо. Это еще вопрос, там есть такие... Но виновных надо было найти. Как часто это бывает в истории, да? Виновных нашли, и вот этот знаменитый, ну, может быть, для любителей истории, это кистолб, так называемый пожарный, который был установлен потом, да, ну, на въезде или выезде из города, как с Марекой смотреть, да? Вот что здесь, у этого столба были сожжены, ну, там, имена этих людей. Вот это было напоминание о том, что каждый, кто вздумает тут спичками баловаться... Ну, я шучу, конечно, спички какие в 17 веке. Ну, сам факт, да, что, не дай бог, там у кого-то такое злое намерение будет, ничем хорошим для него самого это не закончится. Хотя, еще раз говорю, очень похоже на то, что просто пострадали невинные люди, которых нужно было сделать крайне. Вот, но, опять-таки, да, то есть сгорело 250 домов. То есть у нас город-то всего ничего, там, чуть больше 10 тысяч человек тогда. Ну, представьте, как это тогда ударило хорошо. А если мы говорим о пожарах поменьше, когда, там, господи, 10 домов, там, 5-6 домов, это нормально являетесь. А если мы с вами говорим о тех пожарах, когда просто вот занавески, грубо говоря, загорелись, там, или еще что-то такое на этом уровне, ну, так это, вы знаете... Каждый день. Это уже... Ну, наверное, да. И пожарным нужно было реагировать очень четко. Когда пожарные команды появились, иногда должны действительно так они хорошо и реагировали. Это, конечно, не спасло у нас здание театра, который сгорел как-то. Да, но, наверное, опять-таки, не сегодня, я так понимаю, что уже так определенный лимит времени исчерпали. Да, мы уже исчерпали время, да. Это говорит о том... Да, в другой стране есть... Да, интрига. Обязательно продолжим, потому что даже история пожара, это не просто для пироманов, я извиняюсь, а действительно, это часть истории, которая очень хорошо показывает, особенно, видите, как иногда бывает, если бы не следствие, мы бы не узнали по понятной причине, да. Вот задокументировали и узнали. Здесь на эту тему тоже могу сказать, что если бы пожар не сгорел, так у нас, может быть, пожарные команды еще не скоро получили паровые насосы. А так вот, как только здание сгорело, они давно просили, говорят, ну, в конце концов, ну, давайте уже, вы же видите, что необходимо. Вот и начался научный прогресс. Да, Олег Пухляк у нас был в прямом эфире, еще обязательно с вами встретимся, увидимся. Спасибо большое. Спасибо за приглашение, до новых встреч. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова